Продолжение следует... 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 что изменилось в отношении головного мозга. Ну, меньше, чем того хотелось бы, но на то есть объективные причины. И, тем не менее, вы видите, что достаточно подробно расписано, на что мы должны обращать внимание. Здесь, помимо привычной, напившей оскомину нам головных болей, есть вертига. Авертига – это истинное головокружение, вестибулярное. Есть нарушения моторных или сенсорных функций, и, конечно, я хочу обратить ваше внимание на когнитивное нарушение. Такой достаточно легко, дешево выявляемый симптом поражения головного мозга как органов мишени. Ну, и, конечно, есть крайняя его степень – деменция, но это больше характерно для пожилых пациентов. И вот рекомендуется неврологическое обследование и оценка объективного статуса пациента с применением специальных опросов. Единственное, конечно, что это не совсем просто, потому что гипертоники очень разные. И пациенты, допустим, среднего возраста, у которых только дебют, первая стадия гипертонической болезни, небольшая длительность заболевания, там одни опросники будут чувствительны к выявлению вот этих ранних когнитивных нарушений. Более пожилой возраст, да, более продвинутые стадии артериальной гипертензии уже позволяют применять достаточно стандартизированные опросники типа МОКО-теста. Ну и, конечно, мы не можем обойтись без инструментального обследования. Что касается комплекса обследования головного мозга, то это особенно, конечно, наиболее информативно МРТ. То есть я резюмирую, что достаточно подробно расписаны все наши возможности в более полной, более комплексной оценке поражения органов пишени. Но почему это так важно? Это важно потому, что это определяет риск, особенно у гипертоников в одноначальных стадиях. Потому что когда есть вот эти уже сердечно-сосудистые заболевания, сопутствующие ВС, сердечная недостаточность, человек уже перенес инсульт, то понятно, что риск тут очень высокий и уже все очевидно. Но зато это уже и более поздние стадии, наши возможности резко ограничиваются в радикальном, так скажем, улучшении прогноза. А вот что касается начальных этапов, там, где мы можем существенно улучшить прогноз, защитить в первичной профилактике пациента от осложнений, значимость оценки поражения органов пишени трудно переоценить. Потому что если мы находим поражение хотя бы одного уровня на мишени, это сразу высокий риск развития осложнений. Новые целевые уровни перед вами на слайде. Там упрощенная, без ущерба для информации, табличка. Потому что кто помнит оригинальную табличку, там было много-много строчек, много-много колонок. Но на самом деле информация в этих колонках все время повторялась. Соответственно, целевой уровень диастолического давления у лиц любого возраста, просто с гипертонией, гипертонией с набором сопутствующих заболеваний, вы видите, абсолютно везде одинаково. 70-79 мм тутного столба. Если говорить о лицах 65 лет и старше, а также тех, кто моложе, но с хронической болезнью почек, то целевой уровень систолического давления 130-139. Европейские эксперты ниже не рекомендуют снижать артериальное давление. А вот если мы говорим о пациентах моложе 65 лет и без ХБП, с гипертонией, с другими сопутствующими заболеваниями, но без ХБП, вот именно на этой группе стоит возможная цель снижения меньше 130. То есть расписано, что это надо делать два этапа. Первая цель – это снизить меньше 140, но обязательно рассмотреть возможность, да, при условии хорошей переносимости, снижение ниже 130. Это достаточно низкие целевые уровни, и это новое в европейских рекомендациях, и, как вы понимаете, это потребует интенсификации антигипертонзивной терапии. Ну вот, да, пожалуй, больше всего на целевой уровень артериального давления, есть исторического, где историческое вообще везде одинаковое, целевое, влияет именно в возраст 65 и старше и никаких ниже 130. Хотя здесь тоже можно поспорить, надо ли и до 130. Квентэссенцией новых рекомендаций является, конечно, комбинированная антигипертонзивная терапия. Ну, в общем-то, здесь ничего нового, уже несколько рекомендаций мы говорим о том, что абсолютное большинство гипертоников нуждается именно в комбинированной антигипертонзивной терапии. Ну и ключевая позиция заключается в том, что провозглашена стратегия одной таблетки. Много таких лозунгов вошло в нашу жизнь после выхода европейских рекомендаций. Да, вот, один из них это стратегия одной таблетки. Полный приоритет фиксированных комбинаций. Тоже, опять же, нельзя сказать, что это какое-то абсолютное нововведение, потому что тоже несколько рекомендаций подряд говорилось о том, что предпочтение имеет именно фиксированные комбинации над произвольными. Да, когда мы комбинируем просто два разных препарата. Но это не было выпечено на первый план. Вот, прям со старта лечения, с высоким уровнем доказанности, сразу мы должны назначать, согласно новым рекомендациям, фиксированной комбинации антигипертонзивных препаратов. Пожалуй, это, наверное, центральное изменение. И здесь абсолютно все единодушны в том, что никаких сомнений быть не может. Потому что именно эта стратегия оптимальна для контроля давления, для достижения целевых уровней артериального давления максимально большого количества ПЦР. Кроме того, провозглашено, что именно комбинация кого-то из блокаторов РАС с диуретиком тиозидным или тиозидоподобным или блокатором кольцевых каналов дигидроперидинами, вот она-то как раз и является комбинацией первой линии. Вот она ключевая схема новых рекомендаций. Итак, прям со старта лечения. Фиксированная комбинация. Кто-то из блокаторов РАС, пожалуйста, вы можете использовать ингибид-терапевт, вы можете использовать сортан. Это как вы решите. За сортаном, конечно, всегда будет идеальная переносимость, потому что частота побочных эффектов сортаном сопоставима абсолютно с плацебо. Вторым препаратом, либо диуретик, как мы с вами говорили, предпочтение отдано именно тиозидным диуретикам. Ну, при условии, конечно, что скорость побочной фильтрации 30 и больше. Если меньше 30, понятно, что это петленные диуретики. Ну, а также антагонист кальция. Именно в виде фиксированной комбинации. Мало того, если этого будет недостаточно для достижения целевого уровня, усиливаем антигипертонзивную терапию. Вторая ступень. И опять стратегия одной таблетки. Тройная комбинация. Теперь уже кто-то из блокаторов РАС. И антагонист кальция. И диуретик. Ну, и далее, конечно, если уже речь заходит о дезистентной гипертонии, и здесь уже нет у нас фиксированных комбинаций, где содержится 4 компонента. Понятно, что здесь будет, ну, 2 таблетки, о чем и заявлена рекомендация. Есть ли место бета-блокаторам? Есть. Безусловно, бета-блокаторы при наличии определенных клинических ситуаций могут быть подключены к лечению на любой ступени. В том числе, естественно, и на первой. И эти ситуации перечислены в новых рекомендациях. Осталось ли место для монотерапии? Осталось. И это, я бы сказала, две противоположные группы пациентов. Первая – это больные низкого риска. Кто такие больные низкого риска? Это гипертоники с первой степенью повышения давления, то есть 140-159-90-99, и практически без других факторов риска. Кто они, скорее всего, будут? Это будут пациенты молодого или среднего возраста, потому что возраст определенный сразу будет давать дополнительный фактор риска. А худые, потому что ожирение, мало того, что это само по себе фактор риска, так оно еще потянет целый ряд других дополнительных факторов риска, у которых гипертония явно недавно не сформировалась в поражении органов мишени, потому что поражение органов мишени – это вообще сразу высокий риск. То есть молодые, средний возраст, дебют гипертонии. Вот они, пациенты низкого риска. Вот так рекомендуют начинать с монотерапии. Традиционно любой из пяти основных классов. И вторая группа, она диаметрально противоположная. Это 80+. Пациенты, у которых мы впервые начинаем говорить об антигипертонизированной терапии, в возрасте 80 лет и старше. С наличием синдрома старческой астении или без синдрома старческой астении, тем не менее, здесь рекомендуют старт с монотерапией. А всем остальным, то есть подавляющее большинство гипертоников, прям со старта лечения, нуждаются с уровнем доказанности. Посмотрите, какой высокий уровень доказанности. Вот это впервые в этих рекомендациях. 1Б сразу на значение фиксированных комбинаций. Они всегда рациональные, они всегда обеспечивают аддитивный эффект, то есть дополнительность усиливают, взаимоусиливают друг друга и приводят к очень хорошему антигипертонизированному эффекту. Обязательно, если это правильная фиксированная комбинация, а фиксированная комбинация заведомо всем очень хорошая, усиливаются органопротективные свойства. Но трудно найти препарат, который будет одинаково эффективен и в кардио, и в церебра, и в ваза, и в нефропротекции. Да вот везде он там на 5 с плюсом работает. Но вот подобрать такую комбинацию уже вполне реально. Ну и, наконец, самое главное, конечно, преимущество – это приверженность. Уменьшается количество принимаемых таблеток, и тем самым растет приверженность пациентов к лечению. Целый специальный раздел в новых европейских рекомендациях посвящен вопросам приверженности, потому что действительно это проблема всего мира, то есть не только наши пациенты такие недисциплинированные, хотя я думаю, что наши, конечно, очень недисциплинированные, все-таки выделяются. И, конечно, что тут удивляться? Если пациент не принимает препараты, у него не контролируется давление, и, соответственно, у него более высокий риск развития инфарктов и инсульта. И на самом деле проблема приверженности, она, конечно, очень сложная. Здесь участвует и пациент, и придумывают разные системы самоконтроля давления с помощью привлечения новых IT-технологий. Потому что, опять же, если для молодых гипертоников, для них это будет, конечно, более правильно. Для пожилых гипертоников тоже всякие напоминания, электронные напоминания. В общем, техника идет вперед и пытаются как-то решить эти вопросы. Ну, а со стороны таблеток мы можем только назначить фиксированную комбинацию, уменьшить количество непосредственно принимаемых пациентом таблет. В основе лежат исследования, в основе этого положения лежат мета-анализы. Вот один из наиболее цитируемых перед вами на слайде. И здесь четко видно, что в каждом из исследований, которые вошли в этот мета-анализ, это вот еще до развития осложнений, это уже с развитием осложнений гипертонии. И суммарные результаты все говорят о том, что приверженность пациентов к фиксированным комбинациями, естественно, выше. И у нас уже существует много хороших комбинаций, но, тем не менее, никогда не бывает достаточно. Мы всегда хотим еще больше, еще лучше комбинаций. И относительно недавно на российском рынке появилась фиксированная комбинация Телмис-Артана с гидрохлортиазидом, да, Телмиста-Аш. И уже фирма Кырка, которая выпустила эту фиксированную комбинацию, порадовала нас соответствующими результатами. Результатами исследования Тандэр, где как раз пациенты, которых было больше тысячи, принимали Телмисту, но это моноформа, я думаю, что все уже имеют опыт работы с ней. И вот как раз фиксированную комбинацию Телмиста-Аш. Вы обратите внимание, что средний уровень давления был невысок в этом исследовании. Средний возраст составил около 65 лет. Примерно половина мужчин и женщин. И подавляющее большинство больных, больше 90%, у них не был достигнут контроля артериального давления. Что же они получали? Пациент мог получать не один препарат, поэтому сумма здесь не равна 100%. Но традиционно чаще всего назначаются блокаторы РАС, и это видно. Если говорить о блокаторах РАС, все-таки в два раза чаще пациенты с недостигнутым контролем давления принимали ингибитор АПФ. Но кроме блокаторов РАС, и бета-блокаторы, и блокаторы кальциевых каналов, и диуретики. И как бы дизайн исследования предусматривал естественное назначение и Телмисты, и Телмисты-Аш, потому что если у пациента неэффективно предшествующая комбинированная терапия, то, конечно, переводить его на моноформу, это абсурдно было бы. И надо сказать, что, несмотря на большой выбор дозировок, схем, в конце исследования большинства пациентов принимали либо Телмисту-Моноформу 80 мг, либо Телмисту-Аш в дозировках 12,5 гидрохлортиазиды и 80, соответственно, Телмистартан. Ну и вы видите, что как только были назначены эти схемы лечения, было достигнуто дополнительное снижение систолического давления на 21 мм, на 9 мм диастолическое давление, ну и, естественно, это в среднем, а в зависимости от исходной степени были разные результаты, в том числе очень выраженное снижение давления. Но я еще раз повторюсь, здесь варьировали моноформа комбинированная и, наконец, разные соотношения дозировок в фиксированной комбинации Телмиста-Аш. Прекрасная переносимость, но кто бы удивлялся, сартаны всегда этим отличались, и Телми-Сартан, естественно, не исключение, и практически 94% врачей отметили переносимость Телмиста и Телмиста-Аш как отличную или очень хорошую. Кому еще? Да, мы вернули эту схему, мы говорили о ней как о стартовой схеме лечения артериальной гипертонии, но обратите внимание, вот такая же схема лечения, то есть блокатор РАС с диуретиком или ангидонистом кальция в новых рекомендациях прописана для пациентов с наличием поражения органов мишеней, гипертрофии миокарда левого желудочка, микроальбомидурии, пациентов с сахарным диабетом, пациентов с периферическим атеросклерозом и пациентам с ЦВП, церебромоскулярной болезнью по нашему. И вот если мы говорим о лечении пациентов, перенесших инсульт, то тут вы видите, что как раз именно комбинация с теозидным диуретиком выходит на первый план. Я позволю себе напомнить вам исследователь прогресс. И в комбинированной ветве, там где пациенты получали комбинацию блокатора РАС с диуретиком, риск повторного инсульта снижался на 43%, а в целом по исследованию на 28%. Да, то есть даже у такого сложного контингента больных комбинированная терапия имеет все преимущества. Мало того, только в подгруппе больных, которые получали комбинированную терапию, удалось добиться статистически значимого снижения общей смертности. Да, в целом в прогрессе это не было показано, а вот в этой подгруппе было статистически достоверно. Также хочу напомнить вам знаменитый исследователь Антаргет, где был как раз Телмисартан. В этом исследовании было примерно 20%, 21% в каждой группе пациентов, перенесших инсульт. Поэтому Телмисартан имеет уникальное показание, перенесенный инсульт, который вот так зашифрован в показания высокий риск. То есть вот новая фиксированная комбинация, Телмисто-Аш, она как раз очень симпатична для церебропродекции. У пациентов принесли какие-то острые мозговые эпизоды, транзиторные и шимические атаки, ну и тем более инсульт. Ну и еще хочу вам сказать. Когнитивные функции, я не случайно специально обратила ваше внимание, как это выглядит на ухевропейских рекомендациях, это маркет поражение головного мозга как органа мишени. Так, приоритет фиксированных комбинаций объявлен давно, но исследований, которые бы изучали влияние разных фиксированных комбинаций, а тем более сравнивали их между собой на когнитивные функции, да, вот поверьте, по пальцам одной руки перечислить, да, да еще и свободные пальцы останутся. И вот это одно из таких уникальных исследований, где это итальянцы делали, у пожилых гипертоников сравнивали две фиксированные комбинации. Телмис-Артан с гидрохлортиазидом, да, вот помните, выследованный Тантел, самая часто назначаемая дозировка, 80-12,5, и фиксированная комбинация ингибитора АПЭП с гидрохлортиазидом. В контроле давления по рутинному измерению результаты были одинаковые, то есть никаких различий. Правда, когда сравнили данные с уточным мониторированием, выиграла комбинация фиксированная с Телмис-Артаном. Ну, гидрохлортиазид одинаковый и там, и там. Да, вы знаете уникальную особенность Телмис-Артану, у него сверхдлительные действия, и поэтому он лучше контролировал давление на протяжении суток по сравнению с комбинацией резиногидрохлортиазид. Дневные, ночные часы, особенно в ранние, утренние часы. Что же оказалось? Через только фиксированная комбинация Телмис-Артан-гидрохлортиазид, на то, что сейчас мы имеем в виде Телмис-Артан, достоверно улучшал память и внимание пожилых гипертоников. Это было обнаружено уже через 3 месяца, и также это было подтверждено через 6 месяцев наблюдения. Да, в отличие от резиноприла с гидрохлортиазидом. Причем, если говорить о памяти, то улучшалось как запоминание, так и вспоминание. Вот вспоминание – это сосудистые когнитивные нарушения, а запоминание – это нейродегенерация. Да, то есть такой факт, который уже последние несколько лет привлекает внимание, что вот Сартан и Телмис-Артан эффективны в профилактике не только сосудистых когнитивных нарушений, но и нейродегенеративных. Ну и внимание – это тоже очень характерный когнитивный домен, как сейчас принято говорить, для сосудистых когнитивных нарушений, очень чувствительных к уровню давления. Поэтому, конечно, вот эта сверхдлительность Телмис-Артана сыграла свою роль, потому что в целом в ряде работ показано, что с состоянием когнитивных функций, что с состоянием, вот она как раз, внимания и управляющей функции, и что с состоянием головного мозга, хобби-марте, больше коррелирует с уровнем давления по суточному мониторированию, а не по отдельным измерениям. Но, так что вот эта сверхдлительность, конечно, имела значение, вот то, что Телмис-Артан с гидрохлортиосидом обыграл комбинацию сравнения. Но не только, да, у нас нет возможности об этом говорить много, но целый ряд дополнительных свойств есть у Телмис-Артана, который обеспечивает вот такую прекрасную церебропротекцию, в том числе и влияние на пипергаморецепторы. Это тоже играет свою роль и в его церебропротективных свойствах. Ну, а мы приветствуем выход новой фиксированной комбинации. В разных вариантах она существует, да, опять же, очень интересные технологии разработки, вот такая-то условная молекула, да, обратите внимание, доза гидрохлортиозида одинаково, она различается, доза Телмис-Артана, и вот так это выглядит, да, уже в виде патча. Но есть и моноформы, напоминаю, потому что может потребоваться в каких-то ситуациях и свободная комбинация. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо, Ольга Дмитриевна, за интересный доклад. Вы, я так думаю, сейчас все, да? Да, я, к сожалению, да, потому что... Ну, у нас все равно будет раз-два, будет же, ну, потому что смотрят, это раз-два, если у нас все-таки те же исследования. Поэтому какая-то такая внутренняя у меня будет шизофрения, но вы тут едете. Поэтому вот здесь сейчас важно. Какие есть у уважаемой коллеги вопросы к Ольге Дмитриевне, потому что она должна через несколько минут уехать, у нее смотрятся. Давайте сейчас спросим, а потом у него уже не сможет ее сделать. Как у Грома. Что ж вы так шутите-то? Все ясно. Спасибо, Ольга Дмитриевна. Спасибо, глубоко уважаемые коллеги. Простите, что так получилось. Ничего страшного, да? Сейчас я представлю этого себя, потому что Александр Ильич куда-то делся. Он вернулся. Поэтому будет мой второй доклад, ответный. Третий будет Александр Ильич. Ну, у нас как бы продолжение по гипотензивной терапии, да? И до свидания. Основные принципы, уважаемая Ольга Дмитриевна, сказала в классификации, но я хочу сказать, что гипертонию всегда надо сравнивать с какими-то образами. Она мне представляется как то выражение, которое наш президент все время высказывает о коррупции. Коррупцию нельзя победить, ей можно управлять. Вот гипертоническая болезнь в настоящее время, уровень знаний и диагностики лечений такой, что победить ее нельзя, но ей можно управлять. В каком плане? Управлять в плане снижения сердечно-сосудистых рисков, в плане снижения инсультов и инфарктов. Здесь, как я сказала бы, все достаточно понятно, достаточно ясно. Но есть одна особенность в течении гипертонии, которая мы логично дополним к докладу, уважаемая Ольга Дмитриевна. Когда наибольшее количество все-таки осложнений, этих самых осложнений, то есть и избежать этих осложнений тоже не можно, даже при адекватной терапии. Но другой вопрос, для нас в практическом плане всегда важно, когда этот инсульт разобьется. В 40 лет, например, или в 90? Поэтому излечить нельзя, а предотвратить можно. И в этом плане не только воздействие комбинированных препаратов и новых препаратов важно, но и важно, как эти препараты нужно принимать, исходя из особенностей течения гипертонической болезни. Я хотел бы, так продолжая тему термин-сартана, сказать то, что всего существует оригинальных сартанов 8. 8. Я имею в виду оригинальных. И, судя по всему, никаких других молекул появляться больше не будет, потому что все крупные фирмы обзавелись своими собственными сартанами, и будут появляться только женериковые препараты, или копии, как их еще называют, и различные комбинации. Как в данном случае сегодня уже звучало по делам сартанов 8 месяцев. Другой вопрос. Какие это копии? Какая родословная этих препаратов? Откуда они берутся? Есть ли в этих фирмах собственный синтез, либо они являются только препаратами, которые штампуются, и субстанции берутся, например, в каких-то других странах, в третьих странах? Это важно для того, чтобы вы оценили препараты. Поэтому, когда я слышу, например, по первой программе, ведущую, не помню ее в очках, Малышев, что все женериковые препараты одинаковы, это неправда. Это неправда. Поэтому не случайно в свое время член-корреспондент Академии наук, профессор Белоусов, требовал вводить так называемую терапевтическую эквивалентность, биоприволентность, посмотреть, как они себя ведут на первых этапах, этого недостаточно. Надо посмотреть, как препарат работает, то, что мы называем врачей, как он работает. К величайшему сожалению, в Российской Федерации вопросы регистрации дженериковых препаратов крайне упрощены. Всего надо сколько? По-моему, 12. 18 студентов, которые берут и сдают мочу кровь, и потом регистрируются препараты. И очень часто видите ситуацию, когда препарат вначале появляется, он работает, а потом перестает. Мы уже говорили о том, что не только сам препарат должен быть сооценен, его родословно, откуда он взялся, какова его субстанция, но и особенность течения гипертонической болезни. Я в свое время читал лекцию в Екатеринбурге, и профессор, дабыл фамилию его, два брата, директора института. А второй в Америке. Второй в Америке. Подарил мне книгу «Хронобиология гипертонической болезни». Я тогда не придал этому значения, но как-то было время, я им все-таки прочитал всю. И вот из этой книги по хронобиологии стали вырисовываться вот такие слайды. Такие слайды в зависимости течения сердечно-сосудистой патологии от времени, от 24 часов. Там были очень много интересных данных от метеоусловий, от времени года. И это позволяет нам, не излечив еще раз повторю гипертоническую болезнь, правильно и адекватно назначить гипотензивные препараты. Потому что у каждого больного существуют особенности не только течения самой гипертонической болезни, но и именно того, как назначить этот препарат. Вот смотрите, как интересно здесь изложено в круге в этом. И там несколько слайдов их повторяем. В норме, вот здесь особенно показано, существует в ночное время подъем артериального давления в норме. То есть так устроена физиология сердечно-сосудистой системы, что артериальное давление достигает минимум в 3 ночи и плавно растает до 5 часов. И зачем резко увеличивается за час на пробуждение? Это норма. Вот сюда, если вы добавите еще и патологическое состояние в виде гипертонической болезни, то возникает та форма, то состояние гипертонии, которое приводит к острому нарушению мозгового кровообращения. Поэтому тот, кто работал в интенсивной кардиологии, в интенсивной неврологии, знает, что когда он уходит с дежурства в 8-9 утра, именно в это время и начинаются доставляться, поставляться больные с инсультами, с инфарктом. Потому что именно вот в это время, вот в это ранние и утренние часы возникает, как правило, самое большое количество сосудистых катастроф. Вот эти данные важны, потому что это нацеливает нас, как начать, когда принимать больному препараты. Вот это. Ведь как у нас больные в жизни, получается? Если он ложится в 12 часов ночи спать, и перед этим измерит артериальное давление, а у него нормальное, он ни при каких условиях препараты принимать не будет. Никогда вы его не заставите. И он ложится спать, а у него вот эти процессы начинают происходить. Физиология плюс гипертоническая болезнь. Значит, он становится неприкрытым вот эти часы, когда он спит от возникновения сердечно-сосудистых осложнений. И он просыпается, и самая частная ситуация такая, когда он начинает, это его слово, сбивать давление. 180 ее там на 100, 160 на 100. И такая ситуация длится какое-то время. Сбивает, да, вот кто в Африке был, видел, как бананы собирают их сбивать, там какой-то балкань. То же самое, вот такая терминология у наших больных существует. Год сбивает, утра года сбивает, потом все это сбивание прекращается, а ее развивается осложнение. Инсульт или инфаркт. Вот как раз все это укладывается. Есть еще и более другие наслажденные состояния, как внезапная смерть, когда они просто умирают во сне. Вот почему я так внимательно останавливаюсь на этих слайдах, потому что для нас важно принимать препараты, которые работают независимо от того, принял этот больной препарат или нет. Он должен работать 24 часа как минимум. Практически многие фирмы, выводя на рынок свои препараты, заявляют о том, что их препараты работают 24 часа. Но в жизни так не происходит. Я могу назвать все уж несколько препаратов, которые действительно работают 24 часа, и мне в зависимости, повторяю еще раз, от того, принял больной или не принял препараты, по разным причинам, забыл ли он, как говорила уважаемая Ольга Дмитриевна, в связи с когнитивными расстройствами, и принял сознательно, что у него давление, он у него будет прикрывать вот эти вот ранние утренние часы от возникновения инсульта, инфаркта. Вот такая методическая подоплека применения современных тенденций к современным препаратам. Они должны работать вне зависимости от того, принял его больной, хочет он его принимать или нет. В свое время Ольга Дмитриевна много работала по в реальности артериального давления. Такие работы были, вы знаете, у Сергея, у них даже был такой интересный фильм. Помните, Канатоходец? Он идет по канату, и если у него, значит, маленький резонанс, то вот там дойдет до горы, до какой-то. А если небольшой, то он свалится. Вот это называется в реальность артериального давления. Это вторая ситуация, которая вызывает наличие осложнений, поэтому вовсе не цифры, только артериального давления должны нас беспокоить. Мы почему-то думаем, что 220 – это плохо, а 150 на 100 – это вроде как ничего. И в свое время в Москве академик Мартынов Анатолий Иванович проанализировал вот эту, так называемую, мягкую артериальную гипертонию в основном мужчине молодого возраста и оказалось, что у них инсультов больше, чем те, где больные аккуратно лечатся, слезят за артериальным давлением, слезят за образом жизни, то есть над гипертонией работают. А когда у бизнесмена 150 на 100, 155 на 105, он гипотензивные препараты не принимает, он ходит в баню, пьет алкогольные напитки, и потом у них инсультов больше. То есть не только уровень и цифры артериального давления должны нами оцениваться, но и вот эти вот кривые, которые называются вариабельность артериального давления. А вот как раз то, что мы с вами проговорили в преамбуле. Вот этим красным все изложено, изложено, смотрите, 6-8 утра 10, 6-8-10 утра, вот ранние утренние часы, причем красным – это уже больных, которых привезли. Они уже попали в лечебные учреждения. А сами инсульты как раз в 3, 5, 6 часов утра они свершаются в эти ранние утренние часы. И еще раз повторюсь, для нас крайне важно, чтобы в эти ранние утренние часы больной гипотензивной терапией был защищен. И важно принимать такие препараты. Инсульт, инфаркт, вот они как раз все эти слайды повторяют вот вышесказанное. Так, смотрите, то есть для нас важно одно, чтобы утром не было подъема давления, и чтобы не скакало давление, то, что мы называем в реальности артериальное давление. Давление должно максимально носить физиологический характер, поэтому, поэтому очень важно в больнице, в притонической болезни мониторировать. Вот национальные рекомендации не случайно входят на мониторирование артериального давления и в амбулаторном звене, если они у вас наблюдаются, и в стационарах, если они наблюдаются, чтобы понять, какая характер, как кривой у этого больного наблюдается. Потому что, конечно, мы сказали, как бы общую тенденцию ранние утренние часы, но существует достаточно большая группа больных, во вторых, и днем она поднимается, и вечером, и за два часа до предполагаемого подъема давления больной должен принимать гипотазийные препараты. Вот такая правильная тактика позволит вам избегать так называемые вот эти ССО, то есть сердечно-сосудистые осложнения. Вот так мы можем сейчас лечить гипертоническую болезнь, по-другому никак. По-другому никак, хотя, как мне кажется, я все время это говорю, почему мы ее неправильно лечим, потому что мы ничего не определяем. Мы ничего в крови не определяем, мы ходим из клинического состояния, мы ходим из клинического состояния, да, вот есть, например, сопутствующий МС, бета-блокатор, его про... раздуло его как бочку, вот диуретики, да, мы не определяем нейрогормоны. Когда-то к этой мысли придем, потому что я ее уже озвучил, ну, может быть, у всех больных, а у резистента... Посмотрите, мы применяем, например, бета-блокаторы, да, что они делают. Они симпатическую систему приводят к норме, то есть адреналин, но и адреналин. Это может быть не совсем под теми, но важно, потому что понять, что тема сложная. Мы должны определять, адреналин должен быть в крови мочи. А если его мало? Что его тогда блокировать? Вот почему у нас многие препараты неэффективны? Все время комплайнц, комплайнц. Нет, не комплайнц. Наши больные еще хоть что-то помнят, если уж, конечно, они не в конъективных расходах. А если, например, альдостерона мало? Что его блокировать? Блокаторы альдостерона на полицептах? Нет, что блокировать, его мало. Но это на перспективе. Вот сейчас, 10 апреля у нас будет в Москве разговор про гибердоним. Я просила Эрина Евгеньевна именно с этим тезисом выступить, что мы должны все-таки определять какое-то количество энергомодов. Почему во многих случаях ингибиторы сортаны неэффективны? Мы ничего не определяем. Ангиотензин можно определять? Да. Ангиотензин-2 можно определять? Да. Я такого больного видел. А если их мало? А если их в норме? Это вот я вам просто говорю, может быть, не совсем по теме теломистера, а может быть, и по теме, потому что у нас важно понять, что мы должны определять нейрогормон. Тогда мы будем точно назначать. Вот эта свистопляска должна быть устранена. Нам не нужно вот этот преснеп, вот этот танец. Я уже говорил, что всего сортанов 8 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3 еще. А кого нету двух? Давайте смысл. Ханда, Эпра и Эпра и Волосартана. Волосартана нету. Волосартан нету. И еще кому-то нету? Волосартан. 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 Волосартан 25 лет, мочевая кислота. А в Кырке все есть. Все. У чего не привык, куда все есть у Кырки? Все есть. Волосартан. Все есть. С Волосартаном какая фигня получилась? Но ведь они синтез имеют. Кырка имеет свой синтез. ТЭВА. Вот это из подворотни наше ОЗОН. Сияние какое-то северное, синее, голубое. А они все брали в Китае. И было огромное письмо Росздравнадзора, что отозвать молекулы. Наши врачи перестали назначать и те, которые брали в Китае, и тот, который делали Кырка в Арсакур, в Арсакур. А что это неправильно? Выкинули с водой ребенка. У Кырка свой синтез. Они сами делают. Они настолько, я хочу сказать, мне как-то посчастливилось. Лет, наверное, сто назад они меня свозили в Словению, потом бросили. Вот. Они настолько в этой Словении дрожат вот этой фирмой, она делает ветеринарный продукт и косметику. Она фактически ухи единственная поставщика валюты. И они, конечно, ни с какими вот этими китайскими дрянью связываться не будут. Для нас важно, что из этой таблицы. Смотрите, 98% выделяется из кишечника. Печень не затронута. Значит, при заболевании печени теломисартан, теломиста, как она у них называется, может быть использована в нашей клинической практике. И если вы знаете историю, еще у меня время есть, фирма, которая производила этот препарат, потратила почти миллиард евро на разработку молекулы и на вывод ее на рынок. Они не просто так потратили миллион, миллиард долларов, они потратили на препарат, который оказался самым эффективным по эффективности действия из всех восьми вышелказанных сортанов. Он как раз и работает 24 часа, удовлетворяя тем вопросам, которые нас интересуют, чтобы ночью он прикрывал наших больных, независимо от того, принял он этот препарат или не принял. Вот. Поэтому он увидит солнце, и он увидит луну, если будет принимать гипотензивные препараты, против случая, он ничего не увидит, и будет другой. Вот. И самый первый. Я думаю, что здесь будет следующий доклад непосредственно фармакологии этих препаратов, но на механизм действия сортанов такой, что плывет вот эта молекула ангиотензина-2, она у меня там есть, если я ее найду, да, и она, ей нужно сесть куда-нибудь сесть на рецептор. И если она садится на рецептор, она начинает выделять всякие там эффекты, краткосрочные, долгосрочные, краткосрочные, которые задержку мочи и воды и давление вызывают, краткосрочные фиброзы в разных органах. И молекула вот у меня телмиста сама садится на этот рецептор, и уже ангиотензин-2 садится на его, он циркулирует в крови, гидролизируется и переставит действие. Вот механизм действия образного, говоря, сортана. Так вот, на весь рецепторный аппарат телмиста садится полностью, закрывая его полностью. Поэтому у него такая степень афинности, поэтому у него такая степень биодоступности, и поэтому у него такой клинический эффект, он действует больше 24 часов. Вот, поэтому спрашивают, почему он самый сильный из всех восьми сортанов. И поэтому, потому что он полностью закрывает рецепторную площадку. Вот. Вы помните этот исследователь Вон Таргет, да, где там сравнивали Телми Сартан и Рамеплию. Потом мне посчастливилось быть в Севиле на заключительном заседании этого, и вроде как получилось, что Вон Таргет, они по эффективности одинаковые, но был очень исследователь призба, не путайте с клизмой, да, которое было проведено еще где? В 2006 году Вильямсом и авторами, они показали, что все-таки Телми Сартан превыходит. И когда вот нам там докладывали конечные результаты вот у Таргета, оказалось, что они его неправильно посчитали. Группа с Телми Сартаном была более тяжелая. И у них как бы получилось, что он не хуже Рамеплила, что он как бы так по эффективности. А на самом деле он превосходил эффективность Рамеплила в плане лечения гипертонической болезни. Поэтому Рамеплил уступает по эффективности Телми Сартаном. И вот исследование Призма это показало. Вот. Огромное количество пациентов в этот миллиард евро вошло в исследование по Телми Сартану 53 тысячи человек. У нас даже другие исследования не были. Ну, такие исследования два. Это он Таргет 25,5 тысяч человек и трансценный его небольшой такой хвостик. И они, а если их нет, ну, эффективность будет, тогда их кто включает доказательную базу и в различные руководства. То есть, вот он Таргет, трансценный, а потом были исследования про ФЭС, и еще целая куча выходила. Такая практика есть, когда заканчиваются большие исследования, начинает исследовать в этой же группе больных дополнительные исследования, получая. Поэтому по Телми Сартану очень много таких субы исследований. Вот она, эта словредная молекула ангиотензина-2, и она должна быть дезактивирована. И если на любом этапе вы ее превращаете, вот стрелки указаны, то все более-менее улучшается, инфарктов с инсультом меньше становится, и сердце перестается раздуваться, и фиброзно изменяться, ремоделироваться, и так далее. То есть, молекула ангиотензина-2, ее активность должна быть скомпрометирована, она должна быть дезактивирована, и тогда, тогда вы получите, вылечить вы его не получите, как мы с вами говорили, а вот продлить его жизнь вам удастся. Вот. У Телмисартана есть особенности в том плане, что он одобрен на показания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снизить по абсолютному снижению смертности. Здесь важно понять одно, не рисков снижения смертности, риски, это еще риски, снизится у нее там или нет, а здесь абсолютной смертности по сердечно-сосудистым заболеваниям, если вы лечите больного Телмисартана, Телмисартана. Я думаю, что у уважаемого Александра Олеговича будет более подробное сообщение по поводу вот этих патофизиологических свойств, особенно при повлиянии ППР-гамма рецепторов. А мы с вами говорим, вот эту стойку и те вот, она площадка, и те один рецепт, на который садится, садится Телмис, и не дает дальше этому, значит, эффекту проявляться. А эффекты это и снижение артериального давления, воспаления, резистентность инсулина, здесь лепидемия, путем модуляции ППР-гамма рецептов, это впервые, помните, глитозоны. Эндокринологи заметили свойства глитозонов. Они впервые заметили, применяя глитозоны в своей практике, что у больных сахарным забитом снижается уровень сахара и холестерина, хотя они не сахарно снижающий препарат. И вот эти свойства глитозона связались с ППР-гамма рецептами, и они присущи только одному препарату, это Телмисартан, Телмистан. Для нас важно климцистам снижать уровень атеросклероза. Вот. Поэтому, добавляя, значит, какие-то другие препараты, например, гидрохлортиазид, вы начинаете управлять туда, куда вы добавите гипертонию, гипмочегонные, артериальные гипертонии становятся управляемыми. Но это уже приближается к резистентной форме гипертонии. Телмисто и Телмисто-H это дженериковые препараты с Телмисартана в фирме с собственным синтезом. Поэтому не надо брать препараты, которые произведены неизвестно где. А здесь уже уважаемый Экоден-Угренов тандем. Я уж не буду подробно на них останавливаться за нехваткой времени. Это такой, знаете, сюжет модный и мало кому подобный. Эта фирма на своих собственных препаратах, она не только на Телмисто делает, у них и по дальней, и по дальней. Они проводят свои собственные терапевтические исследования. То есть изучают то, что говорил Юрий Борисович Белоусов, терапевтическую эквивалентность на своих препаратах. Это мало кто, между прочим, делает инженериков препарат. Я даже не знаю, кто еще делает, кто, но точно это не делает Эва, у которой никаких индийских, никаких израильских препаратов отродясь, не было все вы из Индии. Это никогда из жизни не сделает наш Озон и Жигулевска. Понимаете, они, может быть, и не делают большие исследования по 25 тысяч человек, как он таргетит, но они их делают с позиции доказательной медицины идеально, включая, как правило, 7-8 стран Восточной Европы и исследуют свои, я подчеркиваю, свои препараты, которые они у себя, собственно, синтезируют, анализируют. Это очень важно, потому что терапевтическая эквивалентность, она, конечно, необходима на критерии для того, чтобы препарат применялся. Мало ли там, что биоэквивалентность, а потом он и неэффективен. Поэтому тандем уже вкратце рассказала, уважаемая Ольга Дмитриевна, этот слайд она уже показывала, давайте на нем не будем останавливаться. Она упоминала, что 94% оценивали эффективность, вообще-то высочайший сухой. То есть выше 70% считается для ответственных лечений, это препарат эффективный, это очень высокие цифры по переносимости. И на Телмиста, Телмиста-Аш, это два препарата, которые вошли в нашу практику, как дженериковые препараты с оригинальной молекулой Телмистартана, с оригинальной и очень большой доказательной базой и своим собственным искателем, в частности, по дженериковым препаратам. Вот то, что я хотел сказать, и у меня еще есть 7 минут, уважаемые коллеги, сейчас Александр Леонидович объявится, какие есть у вас вопросы по этой теме, вообще касаясь гипотезы, препаратов, потому что у нас за полтритнего есть свободный разговор. Я начал без 7, получается, все строго, как положено. Я очень боюсь, я очень боюсь опоздать, я очень боюсь нарушить, потому что я видел это в Токио. Он вышел, говорил, говорил, говорил и нарушил. Если в Европе колокольчиком звонят, дзинь-дзинь-дзинь, идите, то он в университетской клинике вместе с этой кафедрой стал опускаться. Опускаться. И когда у него глава показалась, ну и сейчас я слышал, что до сих пор найти никто не может. Это броник. Броник где-то. Поэтому у меня есть еще 5 минут, я боюсь опуститься к лаврум. Я напугался, Александр Олегович, ну все уже, ну все, конец, не увижу. Не увижу на дочери. Какие у вас есть вопросы? Да, да, перезагидная. А вот как нам лечить тех гипотоников, я знаю, что это ваша любимая тема, просто недавно одна наша с Ольгой Васильевной коллега, вот, как бы вы лечили гипотонику? У нее было всю жизнь там 80-60, сейчас у нее где-то, ну 90-60, 120 она уже умирает, 110 для нее уже плохо. Вот как ее назначать? Нет, подожди, это проблема, которая с моей точки зрения существует. Огромная проблема. Потому что наша классификационная норма гипотоников куда-то потеряли. Лечить их, наверное, надо как обычный больник, где разъявили. А дозы? А это надо спрашивать друзья и наших организаций, которые будут наши классификационные нормы. С моей точки зрения, многие формы, которые мы тащили из Запада, они мало применимы для Российской Федерации. Вот возьмите, например, классификацию стабильности канадской, да? Первый, второй, четвертый класс, зависит от того, сколько он проходит метров. Никаких объективных критерий. Он тебе расскажет четвертый класс и пятый, просто только чтобы получить группу. Возьмите классификацию сердечной недостаточностью в Нью-Йоркской. Никаких объективных критерий. Вот он Андришку рассказывает, поэтому, наверное, все-таки мы должны учитывать это. А с гипотонией надо спрашивать людей, которые разрабатывают консекционные нормы. Точно такие же принципы, как их оформлять, как их оформлять вабораторно. Если он тебе приходит в 80-60, она приходит на тебе 110-70, и ты нужному больничный издал, а следом прибежит с топором страховая компания. Потом круг. Вот у нас сейчас сидит, она один топор уже разрубила, а в голову главного врача бил, он со мной, я бежал. Потом приходит прокуратура, потом приходит министерство, потом приходит и все в одну. Я даже удивляюсь, акционально я захожу, а у меня в кабинете маленький кабинет, шесть человек стоит, прямо или сидит. Одну задавили какую-то женщину из какого-то министерства. Все были проверяющими. Все хотели что-то проверить. Вот так, вот как оформить больно, лечить по центру приема кипертоника. Понятно, а дозы какие-то? Ну, дозы подбирайте. Все индивидуально лучше. Как ты можешь сказать, если у нее 80, нет? У нее 80, 60, 90, 60, на 110 уже по нашей культуре норма. А по этой его полизовать может. Я так думаю, что это отдельный разговор, у нас времени для меня нет, я думаю, сейчас даже для Александра Олеговича Недошевина услышит, доктора, наук, профессора, член корреспондента. Восемь раз, между прочим, был в САМАЕ. А я его только первый раз увидел и справлюсь. Вице-президента Российского Казахстанского общества, заместителя генерального директора известнейшего нашего центра Алмазова. Практически такого, как даже я не сказал, передового, какого-то единственного такого. Поэтому у нас, Александр Олегович, интересное сообщение, да, я сейчас его озвучу с вашим разрешением. Фокус на защиту пациента с артериальной гипертонией и продлением жизни. это наш любимый красивый город Питер. Спасибо большое, Александр Олегович. Спасибо, Александр Олегович. Я с той стороны сяду, что вам главное, скажите, всего наблюдать. Глубоковажаемые коллеги, мы продолжаем наш сегодняшний разговор, который был начат Рогович Дмитриевный, с обоснования того, что именно фиксированные комбинации, именно блокады ремина-ангиотензиновой системы сегодня лежат в углу ведения больного с артериальной гипертонией. И есть несколько вопросов, которые лежат на поверхности, но не очень детально трактуются нашими новыми рекомендациями. Вопрос первый. Хорошо, мы достигаем целевых значений уровня артериального давления. Это главное, чего мы должны достичь. А зачем это вообще нужно? Нужно это за тем, что перед нами стоит очень сложный государственная задача. К 24 году, вы все это хорошо знаете, увеличить ожидаемую продолжительность жизни в нашей стране до 78 лет, а к 30 году до 80 преимущественно за счет снижения смертности от болезни системы кровообращения. Эти цифры имеют для нас с вами силу закона. 450 случаев на 100 тысяч населения. Сейчас в нашей стране смертность от БСК в разных регионах где-то 600, где-то 700, где-то 500, но есть регионы где-то под тысячу. Таким образом, нужно достичь в течение очень короткого времени, 24 год, это через практически 4 года, очень радикального снижения сердечно-сосудистой смертности. Кстати, при этом мы все равно не достигнем среднеевропейских значений. Какое имеет к этому отношение введения больного с артериальной гипертонии? И что это за цель, которую мы перед собой ставим? Только ли достижение целевых значений? Вот основные три концепции, которые описывают нашу стратегию в отношении достижения снижения смертности. Первая очень правильная концепция. Мы должны исследовать. Это первичная профилактика, это популяционная стратегия, это информированное население, здоровый образ жизни, физическая активность, правильное питание, отказ от курения, но это позволяет достичь снижения смертности на протяжении 10-15 лет. Прекрасный пример наших соседей, проект Северная Карелия в Финляндии в 70-80-е годы, они достигли прекрасного результата. Мы должны этим заниматься, но это не даст возможности к 2024 году снизить смертность до 450 на 100 тысяч населения. Стратегия высокого риска, это уже ближе к тому, чем мы должны заниматься. Вы должны выявлять пациентов высокого риска, максимально агрессивно вести этих больных и в конечном итоге можно в течение 4-5 лет достичь снижения сердечно-заболевых сферсуистой смертности. Ну и наконец, собственно, вторичная профилактика, то, чем мы в основном занимаемся, это пациенты, которые уже перенесли инфаркт, у которых уже имеют место коронарные болезни сердца, церебровоскулярная болезнь, мы мучительно пытаемся продлить их жизнь, особенно у больных с сердечной недостаточностью. При хорошей терапии мы можем это сделать, это быстро можно достичь и снизить смертность от болезней системы кровообращения у этих пациентов. Но, к сожалению, жизнь их мы можем продлить не очень надолго. Поэтому сегодняшняя стратегия для нас, стратегия высокого риска, это, по сути дела, главная задача здравоохранимого. Какое имеет к этому отношение артериальная гипертония? Смотрите, пожалуйста, среди семи ведущих факторов риска, вкладывающих свой вклад в преждевременную смертность населения, гипертензия занимает первое место. Она условливает более 50% в общей смертности. И действительно, артериальная гипертония это первый этап на пути, который мы называем сердечно-сосудистой континул. И именно в этот момент мы можем вмешаться в судьбу нашего пациента. Конечно, имея в виду нарушение липидного обмена, конечно, имея в виду курение, конечно, имея в виду избыточную массу тела и употребление алкоголя, но все-таки гипертензия в сочетании с нарушениями липидного обмена гипертензии. Это главное. Это главное еще и потому, что в нашей стране распространенность артериальной гипертонии в разных регионах колеблется от 40 до 50 где-то до 60 процентов. В среднем где-то около 40 процентов, 44 по России. Это данное исследование СРФ, которое было проведено по заказу по заданию, я бы даже сказал, Минздрава России не так давно, что такое 44 процента в среднем. Это значит, что половина взрослого населения гипертоники. Это значит, что вклад в совокупный риск именно этого состояния максимально. Но с другой стороны, это очень оптимистическая вещь, потому что это коррегируемый фактор риска. Эти пациенты еще не перенесли инфаркт, еще не перенесли инсульт, у них еще нет сердечно-недостаточности. И именно их мы можем полечить так, чтобы продлить их жизнь. Частота появления высокого риска по шкале скор, больше 5. Все хорошо знаем эту шкалу, там откладываются уровни артериального давления, общий холестерин, курит, не курит, мужчина, женщина, и соответственно столбик, квадратики зеленый, желтый и красный. Так вот, среди трудоспособного населения, 35-64 года, более 40% в нашей стране находятся в зоне высокого риска. И в основном именно потому, что у них имеет место сочетание артериальной гипертензии с нарушением липидного обмена, часто с метаболическим синдромом и уже начинающимися нарушениями углеводного обмена, к сожалению, это большая проблема, в нашей стране и, к сожалению, тоже. Таким образом, выбор гипертензивной терапии бежит в том числе и через выявление лиц высокого риска, а те компоненты терапии, которые мы сегодня будем использовать, должны быть направлены не только и не столько на достижение целевых значений, но и на всю совокупность факторов риска, которые у пациента есть. Вообще, концепция риска проходит через вот эти новые рекомендации практически насквозь. Что бы мы ни делали, мы сначала опираемся на стратификацию риска. Уже сегодня говорила об этом Ольга Дмитриевна, но для меня, для доктора Недошиевна, принципиально важная вещь заключается в том, что даже у пациента с мягкой артериальной гипертензией 140-159 исторической, 89-99 диастолической, предположим, с тремя и более факторами риска, а это всего-то навсего курящий мужчина с медоминальным ожирением в возрасте 45 лет. Ну и у мамы его, давайте, для четвертого фактора добавим. Был инфаркт в 50 лет. И у него давление 142 и 91 миллиметр в тупом столбах. Он к врачу не попадает. Он ни на что не жалуется. Он отлично себя чувствует. Его 40 лет. Но этот человек относится к категории среднего до высокого. Если у него давление чуть-чуть выше, 160 и 100 миллиметров в тупом столбах, это уже высокий риск. А если, предположим, у него гипертрофия миокардолеевого желудочка, по данным ЭКГ, то у него уже высокий риск даже при мягкой артериальной гипертензии. А если у него сахарный диагет, хронический болезнь почек, это очень высокий риск при не таких высоких значениях уровня артериального давления. Поэтому степень моей агрессивности даже для пациента, у которого мягкая артериальная гипертензия, но крайне неблагоприятная, профиль риска должна быть очень высокий. Это первое. А второе, я должен выбрать ему такую терапию, которую он будет а, длительно принимать этому пациенту 50 лет. У него метаболический синдром. Ну, предположим, я уговариваю его бросить курить. У него нарушение литридного обмена, и он должен принимать эту терапию, как говорят мои пациенты, а как долго? А я вынужден объяснять, долго, всегда. Это неприятно, это трудно, но я обязан это сделать. И вот давайте полечим этого пациента с точки зрения профиля его риска. Хорошо знакомая всем нам из двух рекомендаций табличка, она начинается со старта, с фиксированной комбинации ингибитор АПФ или блокад рецепторов кангиотензин-У2 плюс антагонист кальция или диуретика. Ольга Дмитриевна очень детально охарактеризовала этот старт. Почему он нужен? Да потому что не хватает многим пациентам только монотерапии. Вообще, монотерапия у нас рассматривается только у пациентов с мягкой гипертензией и низким риском это не так много больных на самом деле которые имеют мягкую гипертензию и вообще практически нет никаких факторов риска. Или пожилые хрупкие пациенты. Вообще говоря, блокада ренино-ангиотензиновой системы стала на сегодняшний день вот в этих гаймах краеугольным камнем введения всех пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Неважно, что это ингибирование ангиотензин превращающего фигмента или блокады рецепторов к ангиотензину-2 это краеугольный камень. Потому что, во-первых, это и лечение артериальной гипертензии это и лечение сердечной недостаточности это и предупреждение гипертрофии и дисфункции левого желудочка после инфаркта миокарда это и лечение бамикс ишемической болезнью сердца это снижение заболеваемости и смертности улучшение качества жизни у больных цереброфскулярной болезни и это комплексная терапия метаболического синдрома. Какую бы точку сердечно-сосудистого континуума не взять, получается, что блокирование длинной ангиотензиновой системы везде аптогенетически обсадрительно поправлено. Вот рекомендации 2013 года, они действующие, проведение у больных стабильной ЭПС. помимо аспирина, статинов с уровнем доказательности классов рекомендации 1А, назначения ингибиторов ЭПФ или блокадов рецепторов кангетензина-2 при наличии сопутствующей патологии и далее перечисляется все то, о чем мы сегодня говорим. Это обусловлено не только и не столько способностью препаратов этой группы собственно снижать уровень артериального давления, но и активно влиять на ремоделирование гипертрофии сердца и сосудов, улучшать органный кровоток, улучшать микроциркуляцию, препятствовать дальнейшему развитию атеросклероза. Вот те критерии, которые я закладываю в требования к препарату, которые я назначу своему пациенту, которому я хочу продлить жизнь, в первую очередь достигая целевых значений уровня артериального давления, но не в последнюю очередь за счет воздействия на органы меканья мишени, а ангетензин-2 играет центральную роль в повреждении органов мишени на протяжении всего сердечно-сосудистого вакантинума от гипертензии, инфаркта миокарда через инсульт и к смерти. И очень важно, конечно, почечная недостаточность, хроническая болезнь почек. Вот очень хорошая табличка из журнала Сергея Руджевича Гиллеревского, очень известного московского профессора. Вот это вся совокупность исследований, которые характеризуют, по сути дела, доказательную медицину в области кардиологии за последние 30 лет. Вот все, что мы сегодня имеем, вот оно здесь и представлено. И надо сказать, что блокады ремин-ангиотензиновой системы, ингибиторы мелиопоев или блокады рецепторов к ангиотензину-2 это львиная доля достижений того, что называется доказательной медициной. При этом, и сегодня уже говорила Ольга Дмитриевна, конечно, сортаны лучше переносятся, чем ингибиторопоев. Это факт, с ним трудно поспорить. Переносимость сортанов близка к переносимости плацебо. Вот табличка, диаграмма, вернее, из исследования Пифагор-4 доля назначения сортанов в нашей стране традиционно на первом месте по количеству, хотя все меняется, между прочим. Вообще говоря, мы очень консервативны, какой препарат первый появился, вот он, как бы, значит, и мы его назначаем. Но появляются новые препараты, очень выигрышные, с новой доказательной базой, и мы должны очень активно реагировать на все новые. Первый появился в нашей практике действительно лазертан, прекрасный препарат. Исследование ЛАЙФ в свое время стало революционным, когда лазертан выигрывал от аналола с теоретиком, и теперь уже никому не придет в голову больному с метаболическим синдромом назначать 100 мг от аналола с гидрокортиазиком. Конечно, мы пойдем на другую терапию, но тогда это было совершенно неочевидно. Мы с вами применяли от аналола прекрасно, в дозе 100 мг прекрасной антигипертонзерной терапии. Но вот именно это всегда нужно помнить. Мы могли тогда достичь, там были сопоставимые результаты в исследовании Life с точки зрения достижения целевых значений. Но эффект в отношении новых случаев сахарного диабета в отношении инсульта был совершенно разным. Связано это именно с тем, что мы должны выбрать лекарство, которое будет иметь очень благоприятный профиль в отношении липидного обмена и углеводного обмена. Затем в нашу практику вошел наверху все-таки вальсартан и действительно он достаточно часто применяется, очень достойный препарат. И последнее время мы все чаще пользуемся телмисартаном. Он, кстати сказать, имеет прекрасную доказательную базу, ничуть не уступающую доказательной базе лазартана и вальсартана. И я бы хотел обратить ваше внимание именно на телмисартан. Вот выдержка есть рекомендация 2013 года. Она как-то прошла незамеченная, а между тем это очень интересный тезис. Смотрите. Тогда была признана ничья в битве гигантов. Сопоставление в прямом сравнении ингибиторов АПФ и антагонистов рецепторов Кангетанзино-2. В качестве сартана был выбран телмисартан, а в качестве ингибитора АПФ был выбран абсолютно чемпионский препарат рамеприл. Вообще рамеприл в исследовании ХОП и перендаприл в исследовании Европы заложил основу применения ингибиторов АПФ для лечения больных с ишемической болью сердца как средство улучшения прогноза. И вот телмисартан не проиграл чемпиону рамеприлу. Это дорогого стоит. И вот этот тезис мне, например, он очень приятен, потому что битва между сартанами ингибиторами АПФ развертывающейся на наших глазах потихонечку сходящей слава богу на нет была завершена по сути дела вот этим тезисом в 2013 году. Это было исследование он так вот это прямое сравнение с артаном с чемпионом и оказалось, что на колоссальном количестве больных это пациенты годы не 150 тысяч больных которые больше чем валью с артаном которые больше чем классический лайф с лоза артана показала уникальный механизм действия препарата приводящий к очень существенному улучшению прогноза сопоставимому с улучшением прогноза на ранее прибыль. Телмисартан позволяет ну во-первых сделать то чего мы ждем от антикипернозерного препарата за счет хорошей блокады рецепторов добиться снижения уровня артериального давления. Все сартаны в принципе способны активировать являются органистами так называемых пиаргамо-рецепторов и все они периферическую вазодилатацию обеспечивают. Но не все они равны в этом отношении и с точки зрения влияния на вот эту систему телмисартан превысходит другие сартаны и за счет этого имеет целый ряд эффектов которые впрямую с антигипертензивным действием не связаны. Но мы лечим нашего пациента с метаболическими синдромами с нарушениями лепитового обмена нашего пациента у которого мягкая артериальная гипертензия мы с него начинали на такое высокое давление но он уже относится к теории высокого риска у него еще и ожирение положено у него инсулинорезистентность кстати сказать поэтому эффект телмисартана обусловлено не только и не столько снижением уровня артериального давления сколько разнообразными воздействиями метаболического характера на состояние липидного углеводного обмена что по-видимому и позволило получить вот такой эффект в отношении улучшения прогноза в исследовании он таргет в сопоставлении с раме приема ну кроме всего прочего нужно помнить что у телмисартана очень длительный период полувведения Ольга Дмитриевна много говорила о фиксированных комбинациях много говорила об однократном приеме сейчас уже неприлично назначать терапию больного с артериальной гипертензией препаратом двукратным приемом хотя многие наши пациенты получают аналоприл например в комбинации с гидрохлортиазидом который нужно принимать два раза в день но я думаю что катаприл уже три раза в день все-таки никто не получает за телмисартаном помимо антаргета очень хорошая доказательная база которая сконцентрирована почитайте все строчки у нас не так много времени которая сконцентрирована помимо снижения уровня артериального давления других эффектов это и сахарный диабет второго типа это изолированные систолические гипертензии у пожилых это утренние скачки уровня артериального давления конечно если у препарата период полуведения почти 24 часа то он точно позволит избежать именно этого это дисфункция почек это вообще диабетическая нефропатия в отношении PPR гамма рецепторов вопрос очень дискутабельный потому что в целом все препараты относящиеся к эпигруппу могут в той или иной степени модулировать эти рецепторы и являются их агонистами но Телмесартан является чемпионом по сравнению с другими своими собратьями по группе какие клинические эффекты обеспечивает активация этих рецепторов во-первых это увеличение чувствительности к инсулину наш молодой человек относительно молодой с метаболическим синдромом у него почти всегда инсулинорезистентность а мы знаем что есть континуум от инсулинорезистентности потом потихонечку к сахарному диабету второго типа и именно поэтому эта терапия позволяет отсрочить развитие сахарного диабета второго типа уменьшение уровня 3 глицеридов это все к тому же молодому человеку замедление прогрессирования атеросклероза ну и хороший антигипертензивный эффект независимо от контроля уровня артериального давления у нас у нас в практике есть несколько оригинальный талмисартам мы им пользуемся и есть прекрасный достойный дженерик который доказал свою биоэквивалентность и терапевтическую эквивалентность что принципиально важно это талмисин вообще в нашей стране как вы знаете невозможно зарегистрировать дженерик если не провести исследование доказывающее биоэквивалентность и терапевтическая эквивалентность в этом смысле талмисто была оценена подобающим образом так вот талмисартам позволяет очень эффективно воздействовать на нашего пациента с нарушением углеводного обмена и вы видите что в соответствующих дозах он превосходит ирбисартам в отношении и глюкозы натощак и инсулина и гликерованного гемоглобина очень важное обстоятельство а как быть с нарушением липидного обмена вот за счет именно этих приотропных эффектов терапия талмисартана не очень большое исследование как мы видим это были гипертоники которые получали от 20 до 80 миллиграммов талмисартана в день в течение 6 месяцев и мы видим позитивный эффект в отношении липидного профиля у наших пациентов вот собственно как это выглядит достаточно выраженным образом и в основном касается 3 глицерина что касается уровня адипониктина это вещество которое чем больше у человека абдоминальное ожирение тем уровень адипониктина ниже он имеет массу всяких эффектов в отношении и провоспалительных факторов и если вещество в данном случае талмисартан в дозах 40-80 обладает способностью повысить уровень адипониктина в чем больше степени чем бирамиклин то это очень хороший ну как бы сказать вспомогательный эффект той терапии которую мы назначаем по поводу артериальной гипертензии ну и вновь в отношении 3 глицеридов почему это важно потому что больные с макеболическим синдромом с сахарным диабетом это очень специфическая категория именно в отношении этой части липидного спектра таким образом выбирая терапию нашему больному высокого риска когда мы хотим продлить ему жизнь мы должны выбрать лекарство которое с одной стороны будет эффективно с точки зрения достижения целевых значений это абсолютно бесспорно если мы не достигаем целевых значений значит мы не выполнили свою основную задачу но попутно мы должны иметь ввиду что мы должны позитивным образом повлиять на состояние ликвидного углеводного обмена мы должны по возможности обеспечить высокую комплоентность именно сартан обеспечить максимальную комплоентность это справедливо кстати сказать не только для тела и сартана а в общем для всех препаратов классно-специфический эффект мы должны обеспечить экономически между прочим чтобы мой пациент мог позволить себе эту терапию можно выбрать прекрасный замечательный сартан он будет стоить на месяц лечения 2,5 тысячи рублей и мой пациент не сможет это потянуть но в большой части случаев поэтому телный сартан с периодом полувведения 24 часа с защитой утренние часы с хорошим соотношением остаточного действия к питомному с уникальным показанием снижения риска прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний которое было доказано в исследовании он таргет с абсолютным чемпионом из группы ингибиторов АПР Рамик Прилом обладающей способностью активировать ППР-гамма рецепторы которые добавляют к эффекту этого лечения особенно у пациентов с метаболическим синдромом с ожирением с атеросклерозом это препарат который позволит нам добиться хорошего эффекта у нас есть возможность использовать телмисоктан в форме телмисты 24 не зря здесь показано это действительно 24 часа период полувведения таблетки 40 и 80 кстати чем еще хорошо если ваш пациент забыл принять то ничего драматического не будет просто на следующий день примите следующую свою таблетку и все есть фиксированная комбинация соответственно с 12,5 или 12,5 и 40 миллиграммами 12,5 и 80 миллиграммами гидрохлортиазиды мы помним о том что фиксированная комбинация и двойная комбинация это для большинства наших пациентов старт терапии и об этом помня мы часто назначаем именно вот такую фиксированную комбинацию завершая я хотел бы всех пригласить на сайт российского хоризиологического общества 3wsk мы с вами присутствуем здесь на региональном конгрессе российского хоризиологического общества этот сайт обновился за последние 5-7 лет во-первых там представлены все рекомендации которые европейские вышли в том числе самые последние и российские рекомендации там представлены анонсы всех мероприятий там даны анонсы всех наших изданий это не только российские можно пройти дальше в российский кардиологический журнал с выложенными статьями здесь есть все наши новости здесь есть клинические разборы здесь будет размещена она уже начинает размещаться по сути дела русская версия европейской платформы e-learning у нас теперь все цифровое и это очень хороший образовательный инструмент о нем надо зарегистрироваться ничего такого сложного в этом нет получить двойной пары и дальше пользоваться всеми ресурсами можете скачать себе любые рекомендации и вашим компьютером ими пользоваться для этого совершенно не нужно искать какой-то журнал поэтому я всех приглашаю на сайт российского идеологического общества спасибо вам большое уважаемые коллеги есть вопросы уважаемый Александр Олегович воспользуйтесь не так часто мы такие возможности имеем мы с Александром который был посвящен гипотензивной терапии и выразим благодарность нашим гостям Ольга Дмитриевна была и уважаемым Александром Олеговичем я думаю что мы воспользуемся советом Александра Олеговича зарегистрироваться конечно на этом сайте на этом на ресурсах и сделаем вывод себе что препараты которые представляют такие уважаемые люди наверное и должны быть с нами использоваться в клинической практике большое вам всем спасибо за внимание коллеги пожалуйста помните о том что в 17 часов в объединенном зале который будет объединен из этих всех состоится пленарное заседание с торжественным открытием конгресса лекции президента российского прадиологического общества главного идеолога российской федерации в 4 федеральных кругах в том числе и в здешнем федеральном округе Евгений Владимирович Шелепто новая технология как путь к увеличению продолжительности жизни граждан российской федерации всех приглашаем в 17 часов на пленарное заседание спасибо спасибо